Это маленькое высокогорное озеро в Азербайджане. Вот уже несколько дней, как известно всему миру. О Гарагёле, расположенном на границе между Лачинским районом Азербайджана и Герусским районом Армении, сегодня говорят и пишут повсюду. Причина ажиотажа в том, что азербайджанская сторона начала на этом участке процесс демаркации государственной границы. Установление границ между Азербайджаном и Арменией предусмотрено заявлением о мире от 10 ноября. Как бы ни относилась к этому армянская сторона, подписывая заявление, она взяла на себя жесткие обязательства и отделаться легким испугом у нее не получится. Обязательства надо выполнять. Пока что занимается этим вопросом только Азербайджан, а в Армении ревностно наблюдают и ловят момент для раздувания скандала. Бывшая административная граница бывших союзных республик не успела превратиться в государственную после провозглашения ими независимости, потому что была нарушена Арменией и 30 лет отсутствовала вообще, вольно прочерченная армянами по границам их интересов. Эта участь постигла и Лачинский район, в частности горный массив, на котором расположено чудесное маленькое озеро Горогель. Озеро расположено на горе Ишиглы, на высоте около 3000 метров над уровнем моря и является частью Горогельского государственного заповедника, созданного постановлением Совета министров Азербайджанской ССР от 17 ноября 1987 года. В настоящее время делимитация границы проводится на основе карт, составленных Главным управлением геодезией и картографией при Совете министров СССР в начале 70-х годов и отпечатанных шестой типографией Минобороны для советских вооруженных сил в 1975 году. Эти карты составлялись под административно-территориальное деление, в связи с принятием новой советской конституции 1977 года и на основании заключительного акта Хельсинкской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. Они, как отмечают эксперты, являются единственным юридическим документом для делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Ну, вообще-то я удивлен, что эта граница не охраняется настолько, что, по словам Пашиняна, противник продвинулся аж на три километра. Я не представляю себе ни одной границы в мире, за исключением пустыни Сахара или джунглей или каких-нибудь горных, диких мест, где противник мог легко продвинуться внутрь территории страны на три километра. Это значит, что этой границы просто нет. Во-первых, она не зафиксирована, не охраняется. И единственный аргумент – это не при реальной присутствии государства и его сил на этой границе, а те советские карты, которые показал противнику губернатор Сюников, по его словам показал. Они показали, он показал, что граница – это не граница, это отсутствие границы. Вот при том, что он сказал о ситуации на границе Пашиняна, вчера границы нет. Это надо сказать честно и прежде всего. Этой границы нет. Потому что если бы она была хотя бы фактической границей, она была бы отмечена и она бы охранялась. А отмеченная и неохраняемая граница не может быть безнаказанно нарушена на три километра вглубь. Вот здесь все-таки надо определиться властям. Это граница? Хорошо. Если это граница, почему она не охраняется настолько, что можно проникнуть на три километра? Поэтому я не знаю, что тут именно комментировать – отсутствие границы или отсутствие ее охраны. Никто за Армению сам, самопроизвольно для себя охранять границу Армении не будет. Если ты не можешь охранять свою границу, уходи, занимайся сельским хозяйством. Если ты власть, ты должен охранять свою границу. Если твою границу нарушили на глубину три километра, то это уже не граница, а карта на глобусе. У российских миротворцев нет мандата на охрану армянской границы. Во-первых. Во-вторых, ОДКБ не является инструментом прямого действия. ОДКБ не может защищать ту границу, которую не защищает сама Армения. ОДКБ несет солидарную союзническую ответственность тогда, когда Армения приглашает ее защищать и, например, защищать ее границу. Суть в том, что Армения не в состоянии организовать пограничную линию. После вывода войск с территории Азербайджана, в отличие от Армении, Азербайджан разворачивает пограничные заставы – посты. Раньше эти места были как бы в тылу для армян, и народ привык гулять по азербайджанской территории, как по буфету. Теперь сюда пришли азербайджанские пограничники, и у людей это почему-то вызывает шок. Хотя надо привыкать к такому положению, когда есть граница со своей положенной атрибутикой. Попытки как оппозиционных, так и властных сил Армении использовать вопрос восстановления границы с Азербайджаном во внутриполитических целях, могут привести к еще более пагубным последствиям. Причем не только для конкретных партий и блоков, а армянского государства в целом. Лучше других это должна понимать правящая сила, несущая прямую ответственность за судьбу возглавляемой ею страны. Понимать, что попытки героизировать свой имидж, в частности на теме Горагёля, это неоправданная игра с огнем.